До меня доходят слухи, что вся прокуратура просто стреляется от моих вот этих сообщений. Народ, используйте этот механизм, это все работает. То есть они сообщение о совершенном преступлении переводят в разряд простого обращения и рассматривают его в течение 30 дней по закону 59 ФЗ. В 99,9% случаях они присылают вот такие отписки. Как реагировать на такие отписки? Нужно писать воле Зелени, образец я приложу. Ну, сразу покажу результат, чем это заканчивается. Ваши доводы о нарушении требований нашли свои подтверждения. Виновные работники прокуратуры города Сургут привлечены к ответственности. Я, по-моему, даже звонил туда, и мне сказали, что его материально как-то наказали. Слушаем звонок. Так это же сообщение о совершенном преступлении. И что? Я не знаю точно, кто со мной разговаривает по телефону. Я у вас что, секретную информацию спрашиваю? Я у вас спрашиваю, как правильно подать сообщение о совершенном преступлении. Раз вы не представитель Лугаков, нам не о чем сами разговаривать. В смысле не о чем? Я не буду вам разговаривать по поводу Булгакова. Да при чем тут Булгаков? Чего вы зациклились на этом Булгакове? Вы подали, мы перенаправили. Вы сказали, что вы представитель Булгакова. Да забудьте про Булгакова. Я вам говорю в общем. Вот любой человек подает сообщение о совершенном преступлении через интернет-приемную. И это сообщение о совершенном преступлении получается в любом случае будет рассмотрено как простое обращение. Я вас правильно понял? На такие отписки пишем воле изъявления. Данный факт подтверждает видео. То есть это доказательная база, уже подготовлено. По факту укрывательства преступлений и скрытия от учета совершенных преступлений нарушил свой долг и свои обязательства защищать права и свободы. И нанес существенный вред правам и свободам. Так что народ берите документы, используйте во всеобщее благо. Вместе всем издюжим. Всем привет. Сегодня поведаю как обжаловать отписки из прокуратуры на сообщение о совершенных преступлениях. Первым делом я готовлю доказательную базу. То есть было заснято вот такое видео. Называется непробиваемый пристав или губернатор это законодательная власть. На основе его подготовил сообщение о совершенном преступлении примерно на 6 страниц. Приложил доказательства, документы и отправил. Сегодня получил вот такую отписку, перенаправляйку. Обратите внимание, регистрационный номер 7R-2020. То есть буква R это значит простые обращения. Тут они пишут. Направляю для рассмотрения обращения Булгакова АН. То есть они сообщение о совершенном преступлении переводят в разряд простого обращения. И рассматривать его в течение 30 дней по закону 59 ФЗ. Хотя согласно приказу прокуратуры номер 212 о порядке учета и рассмотрения сообщения о преступлениях. Сотрудники прокуратуры вообще не вправе разрешать сообщение о преступлениях. Вот с чего он взял, что это простое обращение, а не сообщение о преступлениях. Согласно этому приказу прокуратура обязана незамедлительно фиксировать в книге учета сообщения о преступлениях любые подобные сообщения, полученные почтой или иными средствами связи. Вот я всегда отправляю через интернет приемные. Они находятся в общем доступе и найти их может любой. Обычно указываю в шапке сразу. Всех своих сообщений о совершенных преступлениях. А сами сообщения о совершенных преступлениях они обязаны безотлагательно передавать в орган уполномоченный рассматривать их в соответствии со статьей 144-145 УПК РФ. То есть согласно Уголовному процессуальному кодексу. А там очень короткие сроки. Там на рассмотрение на принятие решения 3 дня, потом если не укладывается, продлевается до 10 дней. А если нужны какие-то спецмероприятия, то продлевается до 30 дней. И каждый раз они выносят решение. И обязаны уведомить того, кто сообщил о данном преступлении. Вместо этого они переводят все в простое обращение и через 30 дней присылают отписку. Также пункт 1.6 гласит, что в принятом решении, содержащему сведения о совершенном или готовящемся к преступлению, безотлагательно направлять письменное уведомление с указанием на именование адреса органа предварительного следствия или дознания, в которые сообщение о преступлении передано для проведения проверки. Следствие это следственный комитет, дознание это ОМВД, то есть полиция, для проведения проверки. Что они делают вместо этого? Они присылают в 99,9% случаев, они присылают вот такие отписки, что ваше обращение направлено в ниже стоящую прокуратуру, либо в ОМВД, либо в следственный комитет, как простое обращение. Буковка Р как раз об этом и говорит, что это простое обращение. Тут по идее должен быть определенный номер, либо буковка К присутствует. И вообще они сразу должны сообщить номер КУСП. У меня раньше была практика обжалования таких отписок. И вот приведу пример, 6 апреля я сообщил о совершенном преступлении в отношении зама главы города за непредоставление информации об уставе города Сургут. На мое сообщение о совершенном преступлении прокурор города Сургут, Балин, ответил вот такой же отпиской, такой же номер исходящий 1р-2020. И также написал, направляю обращение для рассмотрения. Как реагировать на такие отписки? Нужно писать воле заявления, образец я приложу, сразу покажу результат, чем это заканчивается. Я обжаловал такую отписку в прокуратуру ХМАО и мне пришел ответ. Ваши доводы о нарушении требований приказа номер 212 и номер 45 нашли свое подтверждение. В этой связи прокурор города Сургут поручен обеспечить регистрацию вашего заявления в книге учета сообщений о преступлениях прокуратуры города, направить его для проведения процессуальной проверки в Следственный комитет ПАХМАО. Виновные работники прокуратуры города Сургут привлечены к ответственности. То есть прокурору города Сургут, я так понял, как-то чем-то наказали. Я, по-моему, даже звонил туда и мне сказали, что его материально как-то наказали. В общем, порядок действий такой. Вы пишете сообщение о совершенном преступлении, отправляете его через интернет-приемный, получаете в течение 7 дней вот такую отписку, что ваше обращение направлено по подследственности, либо по подведомственности, ниже или в другое ведомство. Обычно в таких отписках всегда внизу указан номер телефона и исполнителя. Ну, соответственно, я позвонил Кочурову. Слушаем звонок. Кочуров. Здравствуйте. Добрый день. Я представитель Антона Николаевича Булгакова. Получил письмо перенаправлении в прокуратуру города Сургут. Какого-то обращения на 8 листов. Исходящий номер мой назовите, пожалуйста. Нет у меня под рукой, я уже вреду отдал. А о чем там было? По поводу видеоролика и задержания неправомерно. Так это же сообщение о совершенном преступлении. И что? Ну, а почему вы рассматриваете как простое обращение? А почему мы не можем его рассматривать таким образом? Ну, потому что там содержатся сведения о совершенных преступлениях. А вы читали внимательно УПК? И каким образом подается сообщение о преступлении? И какие есть условия для его подачи? А что, какие-то условия не соблюдены? Ну, конечно, не соблюдены. Какие? Нету росписи? А? Какие именно? Ну, вы изучите, пожалуйста, более внимательно. Так я изучал, изучал. В любом виде, в электронном виде можно подать, не расписываясь. Нет, там есть определенные условия. А те, которые выставлюли, это для простого обращения? Ну, так поясните мне, как должностное лицо. Ну, вы напишите обращение, я вам поясню. Будьте добры, примите устное обращение согласно закону 59 ФЗ. Поясните мне. И согласно Конституции 24, часть 2, поясните мне, разъясните. Ну, смотрите, вы говорите, вы представитель Булгакова, так? По телефону. Документов, подтверждающих, никаких нет. Я не знаю точно, кто со мной разговаривает по телефону. Я у вас что, секретную информацию спрашиваю? Я вас спрашиваю, как правильно подать сообщение о совершенном преступлении? Я вам ответил. Прочитайте уголовно-процессуальный кодекс. Ну, замечательно. Идите туда, не знаю, куда называется. Вы отказываетесь пояснить и разъяснить? Нет, вы предоставите документы, подтверждающие, что вы представитель Булгакова. Какая разница, чей я представитель? Я вас спрашиваю, как у должностного лица? Поясните мне, как правильно подать сообщение о совершенном преступлении? Вы приходите лично в отдел полиции, пишите от руки заявление о совершенном преступлении. И у вас принимают соответствующим образом ваше заявление. Только от руки, только в живую в отдел полиции? Ну, а как? А в электронном виде что, нельзя подать? Ну, простое сообщение можно подать. А сообщение о преступлении вы через... Понимаете, вас должны предупредить о том, что вы подаете и не по 36-й статье Уголовного кодекса ложный занос. Я вас по телефону предупредить не могу об этом, это подроспись дается. Поэтому идете в ближайший отдел полиции, подаете соответствующие заявления. В отделе полиции никто никогда не предупреждает об уголовной ответственности за ложный занос. Просто пишется сообщение о преступлении, его принимают. Вот и все. Пойдите и напишите заявление, если вы представитель Булгакова. Да какая разница, я в электронном виде присылаю вам, вы должны выдать номер КУСП. Я выдал номер КУСП? Ну? Молодой человек, если вы представитель Булгакова, прошу вас предоставить соответствующие подтверждатель документов. А забудьте, забудьте, что я представитель Булгакова. Я с вами разговариваю... Ну все, раз вы не представитель Булгакова, нам не о чем с вами разговаривать. В смысле не о чем? Меня не интересует именно ситуация с Булгаковой, меня интересует ситуация в целом. Я от вас как от должности... Какая в целом вам ситуация интересует? А? Какая вас в целом интересует ситуация? Так я же вам поясняю. О чем? Как я могу подать сообщение о совершенном преступлении? В электронном виде? Я вам объясню. Зайдите в полицию, напишите заявление, либо следственный комитет. То есть вы хотите сказать, что все вот эти сервисы, интернет-приемные, созданные, которые созданы во всех органах МВД, и в прокуратуре, и в следственном комитете, таким образом невозможно подать сообщение о совершенном преступлении? Нет, есть уполномоченный орган, куда надо обращаться. Совершенно верно. Ну, прокуратура уполномоченный орган? Вот мы перенаправили в органы прокуратуры города Сургута. Так вы перенаправили... О проведении проверки вашего... Подождите, вы перенаправили как простое обращение по 59 ФЗ. Если вы не согласны, вы можете написать заявление, обращение о том, что вы не согласны с перенаправлением, при условии, если вы приложите в соответствующий документ под ваше полномочие представителя заявителя, в данном случае Булгакова. Ага. Так что, получается, через интернет-приемный невозможно подать сообщение о совершенном преступлении? Вы меня слышите внимательно? Я вас слышу. Ну, так а что я сказал? Я не буду вам разговаривать по поводу Булгакова. Да при чем тут Булгаков? Чего вы зациклились на этом Булгакове? Вы мне позвонили по этому вопросу. Я вас сейчас спрашиваю общие вопросы. Как подать сообщение о совершенном преступлении через интернет-приемную? Или она вообще не предназначена для этого? Вы подали, мы перенаправили. Вопрос какой? Если вы не согласны с принятым нами решением, вы направили его обжаловать. Да это понятно все. Смотрите. Вы обжалуйте, мы вам дадим разъяснение. Да подождите. Смотрите. Простой человек подает сообщение о совершенном преступлении через интернет-приемную. Какой простой человек? Да любой человек. Вы сказали, вы представитель Булгакова. Да забудьте про Булгакова. Я вам говорю в общем. Вот любой человек подает сообщение о совершенном преступлении через интернет-приемную. И это сообщение о совершенном преступлении, получается, в любом случае будет рассмотрено как простое обращение? Я вас правильно понял? То есть цель звонка была именно узнать, какой именно документ он имел в виду здесь, потому что здесь ни идентификатора, ничего не указано, ни тема обращения, вообще ничего. На такие отписки пишем воле заявления, отправляем в инстанции выше, то есть это Генеральная прокуратура и прокуратура округа, либо области, и дальше по тексту. Юрин в своем ответе не сообщает ни исходящий номер сообщения, ни дату, ни тема обращения. Я ему позвонил, он отказался сообщить какую-либо информацию и бросил трубку. Данный факт подтверждает видео, то есть это доказательная база, уже подготовлена. В действиях Юрия присутствуют признаки халатного отношения к должностным обязанностям по факту укрывательства преступлений и скрытия от учета совершенных преступлений и перевода их в категорию простых обращений в порядке 59 ФЗ. Дальше я предвожу выдержки из приказов 45 Генеральной прокуратуры и 212. И требую проверить, сообщая, что он тем самым нарушил свой долг и свои обязательства защищать права и свободы и нанес существенный вред правам и свободам. Ну а дальше требую привлечь его к предусмотренной действующим законодательствам ответственности по факту нарушения уголовного процессуального законодательства и приказу 45 и 212 Генеральной прокуратуры. В качестве приложения прикладывайте свои сообщения совершенного преступления, отписку прокурора и желательно аудио с разговором с исполнителем. Народ, используйте этот механизм, это все работает. До меня доходят слухи, что вся прокуратура просто стреляется от моих вот этих сообщений, заявлений, жалоб, волеизъявлений и так далее. Они не знают, что делать, потому что я реально их ловлю на том, что они постоянно, везде и всегда нарушают закон. И законы, и внутренние приказы, и Генерального прокурора приказы. И, соответственно, у них там внутри начинаются внутренние войны между вышестоящими и нижестоящими инстанциями. Кто-то хочет заработать все новые погоны, и, соответственно, им приходится договариваться как-то и реагировать на данные документы. Так что, народ, берите документы, используйте во все общее благо, вместе всем издюжим. Продолжение следует... Продолжение следует...